Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас вновь приветствовать. Сегодняшняя тема по русскому языку называется «По пермяку Пичюгин мост». Также мы с вами пройдем тему «Перенос слов с двойными согласными». Для начала давайте с вами прочитаем рассказ «Пичюгин мост». По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах. Хорошо бы, говорит один, на пожаре ребенка спасти. Даже самую большую щуку поймать и то хорошо, мечтает второй. Сразу про тебя узнают. Лучше всего на луну полететь, говорит мальчик. Тогда уж во всех странах будут знать. А Сема Пичюгин ни о чем таком не думал. Он рос мальчиком тихим и молчаливым. Как и все ребята, Сема любил ходить в школу короткой дорогой через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках и перескакивать через нее было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и сорвался. В больнице даже лежал, а этой зимой две девочки переходили речку по первому льду и отступились. Повымокли. Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинный пойдешь, когда короткая есть? Вот и задумал Сема Пичюгин старую ветлу с этого берега на тот уронить. Топор у него был хороший, дедушкой точенный. И стал он рубить им ветлу. Нелегким оказалось это дело. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку. Дорогие друзья, теперь ответим на вопросы по содержанию. К какому жанру можно отнести это произведение? Верно, это рассказ. Выясните значение слова ветла. В случае затруднения обратитесь в словари в ваших учебниках. Выясним, что же такое ветла. Ветла, ребятки, это вид, дерево ивы. О каких подвигах мечтали ребята? Как они хотели прославиться? Один из них хотел спасти ребенка во время пожара. Второй хотел слетать на луну. Думал, что о нем во всех странах заговорят. Конечно, дорогие друзья. Третий желал поймать щуку большую. Давайте теперь ответим на следующий вопрос. Каким мальчиком был Сема Пичугин? А Сема Пичугин был молчаливым и тихим мальчиком. Верно, дорогие друзья? Почему детям запретили пользоваться короткой дорогой? Давайте посмотрим на наш текст и определим, почему детям запретили пользоваться короткой дорогой. Потому что там текла речка и в прошлом году один школьник сорвался, пока переходил с одного берега на другой. Также он в больнице лежал. Две девочки тоже оступились, когда переходили речку по первому льду. Вот почему школьникам запретили пользоваться короткой дорогой. Верно, друзья? Какой же выход из сложившейся ситуации нашел Сема? Сема хотел топором срубить старую ветлу, чтобы она перевалилась с одного берега на другой, чтобы дети могли по ней переходить эту речку. Верно, дорогие друзья? Теперь давайте прочитаем продолжение этого рассказа. Посмотрим, чем же закончился наш рассказ. Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под ногами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сема, ходить стало еще труднее. Держаться не за что. Того гляди упадешь, особенно если снег. Решил Сема приладить перильца из жердей. Дед помог. Хороший мастишка получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдет, ему обязательно скажут, иди прямиком через Пичугин мост. Так и стали его называть Семиной фамилией Пичугин мост. Когда же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, люди настоящий мосток перекинули из хороших бревен, а название мосту осталось прежнее Пичугин. Вскоре и этот мост заменили. Прошла дорога через речку Быстрянку по той самой короткой тропинке, по которой ребята бегали в школу. Большой мост возвели с чугунными перилами. Такому можно было дать громкое название. А его все по-старому называют Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому. Вот оно как в жизни случается. Дорогие друзья, вот мы с вами дочитали этот рассказ до конца. Ответим на вопросы, какую работу проделал Сема для того, чтобы хорошее мастишко получился. Найдите эти строчки и вновь перечитайте их самостоятельно. Почему никому в голову не приходило назвать мост по-другому? Потому что самым первым его придумал именно Сема. Он догадался срубить старую ветлу, с одного берега перекинуть на другой. Дед ему, конечно, помог сделать перила. И так как первая идея принадлежала Семе, поэтому название моста закрепилось именно за Семиной фамилией Пичугин мост. Определите основную мысль рассказа. Основная мысль рассказа в чем, дорогие друзья, в том, что если ты хочешь действительно сделать добро, то в любом случае люди о тебе узнают. То есть ты в любом случае прославишься, если ты сделаешь какое-то благое дело. Основная мысль в том, что Сема Пичугин, как и его товарищи, не говорил о том, что он хочет прославиться. Он всего лишь задумал сделать благое доброе дело. И вот его доброе дело обернулось тем, что о нем уже все знали. То есть надо творить добро, чтобы обязательно добро к тебе возвращалось, и чтобы люди тебя любили и уважали. Представьте, что вам поручили взять интервью у Семы Пичугина. Какие вопросы вы бы ему задали? Составьте, запишите несколько вопросов. Дорогие друзья, запишите это в своих тетрадочках по чтению, либо на листочках. А в классе предоставьте эти вопросы своим товарищам. Обменяйтесь вопросами и ответьте на вопросы. Ну а мы смотрим дальше. Выполним упражнение номер два. Спешите слова, обратите внимание на знак переноса и сделайте вывод о переносе слов с двойными согласными. Перрон, рассвет, программа, бассейн, дрессировщик, коллектив, масса, аллигатор, ванна, теннис. Дорогие друзья, вы обратили на перенос? Давайте сделаем вывод о переносе слов с двойными согласными. Как нужно переносить данные слова? Посмотрим на правила, которые есть в учебниках. При переносе слов с двойными согласными, одну букву оставляют на строке, а другую переносят. Хаккей, сумма. Запомните это, дорогие друзья. Выполним следующее упражнение. Прочитайте, вставьте в предложение, подходящее по смыслу слова. Запишите их, разделяя для переноса. Что ж, давайте подумаем. Первое предложение. У нас пропущено слово. Смотрим слова для справок. Приходит во время еды. Что может приходить во время еды? Конечно, это слово аппетит. Аппетит приходит во время еды. Я запишу слово аппетит, а вы записываете полностью предложение. Аппетит. Второе предложение. Собирала что-то марок. Как вы думаете, какие слова подходят? Конечно, алла и коллекция. Как будет правильно? Алла собирала, алла собирала коллекцию марок. Марок. Третье предложение. Папа устанавливает что? Папа устанавливает, конечно, антенну. Запишем это предложение. Я выпишу слово, а вы запишите предложение. Папа устанавливает антенну. Две буковки Н. Не забываем. Четвертое предложение. Кто вышли из самолета? Конечно, это пассажиры. Четвертое. Пассажиры вышли из самолета. Ну и, наконец, пятое. Мы изучаем, какой язык. Конечно, русский. Из данных слов подходит это слово. Мы изучаем русский язык. Запишите аккуратненько данные предложения в вашей тетрадочке. И необходимо разделить для переноса. Давайте разделим эти слова. Как их можно перенести? Аппетит. Алла. Коллекцию. Антенну. Пассажир. Русский. Ребятки, мы соблюдали правила. При переносе слов с двойными согласными одна согласная остается на строке, а другая переносится. Выполним следующее упражнение. Определите слова по их значению. Прибор технического устройства. Что это может быть? Конечно, это аппарат. Первое будет аппарат. Запишите слова, разделяя их для переноса всеми возможными способами. Давайте подумаем, как можно перенести слово аппарат. А еще как можно перенести? Аппарат. Верно, дорогие друзья. А еще как можно перенести? Аппарат. Верно. Смотрим дальше. Второе. Изготовление рисунков из наклиненных кусков бумаги. Как это называется? Конечно, это аппликация. Давайте запишем это слово и разделим его возможными способами для переноса. Аппликация. А еще как можно? Аппликация. Еще как можно? Аппликация. Ребятки, еще возможные варианты запишите самостоятельно. А теперь смотрим дальше. Третье. Острое вирусное заболевание. Это заболевание называется грипп. Дорогие друзья, слово грипп возможно перенести? Конечно, нет. Это слово состоит из одного слога, и оно никак не переносится. Поэтому запишем слово грипп. И не будем его переносить. Четвертая. Единица измерения массы. Как называется единица измерения массы? Килограмм. Давайте разделим его для переноса. Ки-ло-грамм. Следующая спортивная обувь. Спортивная обувь, дорогие друзья, это кроссовки. Как можно перенести это слово? Запишем кроссовки. Еще как можно? Кроссовки. Верно, дорогие друзья. Вот мы с вами написали эти слова, разделили их для переноса. Верно, дорогие друзья. Ну, на этом наш урок сегодняшний подошел к концу. Напоследок хочу вам дать следующее задание. В учебнике на страничке 71 выполните упражнение номер 4, на страничке 73 упражнение номер 2. Вам необходимо составить план к тексту, который мы сегодня с вами прочитали. Я думаю, у вас это получится. Запишите полученный план в тетрадочках по чтению, либо на листочках. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи. Здравствуйте, дорогие второклассники. Я рада приветствовать вас на уроке математики. На сегодняшнем уроке, ребята, мы обобщим наше знание о геометрических фигурах. Давайте выполним первое задание. Сколько отрезков и сколько кривых изображено на рисунке? Назовите виды углов. Давайте при этом вспомним, что мы называли отрезками. Верно, ребята, отрезок – это прямая линия, которая имеет начало и конец. А что такое кривая? Это искривленная линия, у которой нет углов. Давайте посмотрим, сколько в данной фигуре отрезков. Вот первый отрезок, второй отрезок, третий, четвертый, пятый. Посмотрите, ребята, вот такой вот коротенький отрезок. Шестой и седьмой отрезок. Следовательно, на этой фигуре 7 отрезков. Теперь давайте посчитаем, сколько кривых. Сколько кривых линий? Тут одна единственная кривая линия, вот эта дуга. Значит, одна кривая. А теперь давайте напишем, буквенно обозначим виды углов. Угол 1, ребята, мы видим, что лучи, которые образуют этот угол, наклонены друг к другу. Они меньше, чем прямой угол. Следовательно, он является острым. Этот угол острый. Угол 2, посмотрите, лучи раскрыты больше, чем прямой угол. Значит, этот угол у нас будет тупым углом. Угол 3, посмотрите, по величине он напоминает угол 2. Тоже очень сильно раскрыт. Значит, является тупым углом. Угол 4, он меньше, чем прямой угол. Следовательно, является острым углом. Угол 5 и 6, посмотрите, их обозначили вот таким вот прямоугольничком. Это прямые углы. Видите, отрезки, которые образуют угол, расположены вертикально друг к другу. Значит, следовательно, эти углы являются прямыми углами. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с этим заданием. Давайте попробуем ответить на следующий вопрос. Какие фигуры использованы в модели корабля? Давайте попытаемся ответить вместе. Мы видим, что на носу корабля и на корме у нас расположены что? Это пирамиды. Верно. Дальше флагшток напоминает нам узенький цилиндр. Вот этот флагшток является цилиндром. Сам флаг, ребята, какую форму имеет? Конечно же, форму треугольника. Это уже плоская фигура. Далее флагшток расположен на двух объемных фигурах, которые чем являются? Молодцы. Это кубы. Два куба. Основание этого корабля является кубоидом. Посмотрите, зеленый кубоид. Ну и иллюминаторы имеют форму плоской фигуры, которую мы называем круг. И у нас три круга. Попробуйте, ребята, из пластилина вылепить такую фигуру. Вот такой вот кораблик. Перейдем к следующему заданию. Она склеил две пирамиды так, как показано на рисунке. Давайте посчитаем, сколько граней вершин и рёбер у полученной фигуры. Какими многоугольниками являются грани этой фигуры? Ну давайте сначала ответим вот на какой вопрос. Мы с вами знаем, что количество граней у пирамиды равно количеству вершин. У данных пирамид 5 вершин, верно? Следовательно, у каждой из этих пирамид 5 граней. 5 граней у этой пирамиды, 5 граней у этой пирамиды. Теперь давайте посмотрим. Если мы эти две пирамиды соединим, мы видим, что при соединении вот эта грань основания пирамиды, они склеятся и окажутся во внутренней поверхности, внутренней части полученной фигуры. Следовательно, от каждой грани у нас на одну грань окажется меньше, потому что они склеились и остались внутри этой фигуры. Теперь, что у нас получается? У нас останутся только боковые грани. 4 боковые наверху, 4 внизу. Следовательно, сколько граней у этой пирамиды? Верно, у этой полученной фигуры граней будет 8. Теперь давайте разберемся с вершинами. Мы видим, опять-таки, одна из граней у нас соединилась. Получается, вершины совпали. Осталось только вот эти 4 вершины и по одной вершине наверху и внизу. Сколько вершин получилось? Верно, ребята. Количество вершин у нас 6. В этой фигуре 6 вершин. А теперь давайте посчитаем, сколько ребер. Ребер у нас в боковых гранях 4 ребра наверху, 4 внизу и 4 ребра на месте соединения оснований. Следовательно, ребер, ребята, у нас будет сколько? 4 наверху, 4 внизу и 4 на месте соединения оснований. Получается 12. У данной фигуры, у данного полученного многогранника будет 8 граней, 6 вершин, 12 ребер. Ребята, скажите, каждая грань у данного многогранника чем является? Конечно же, каждая грань является треугольником. Ведь мы же знаем, что у пирамиды все боковые грани являются треугольниками. Вот мы с вами ответили на каждый из вопросов в этом задании. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справляетесь с заданиями. Перейдем к следующему вопросу. У кого какая фигура, ребята? Каждый из детей выбрал себе одну фигуру, но он не назвал эту фигуру, а загадал нам загадку. Чтобы отгадать ее, нам нужно вспомнить свойства каждой из этих фигур. Что говорит нам Самир? Самир говорит, у моей фигуры нет вершины. Давайте посмотрим, у какой фигуры нет вершины. Конечно же, у цилиндра нет вершины. Мы с вами узнавали, что у цилиндра нет вершин, нет ребер. Цилиндр имеет только две грани. А какую загадку загадала нам Лала? Количество граней в моей фигуре равно количеству ее вершин. Давайте вспомним, у какой фигуры количество граней и вершин совпадало. Умницы, молодцы, ребята. Конечно же, это у пирамиды. У пирамиды количество граней и вершин всегда совпадает. А какую загадку загадала нам Сабина? Количество ребер в моей фигуре равно удвоенному количеству ее граней. Давайте посчитаем, у какой фигуры количество ребер является удвоенным количеством граней. У конуса одна грань, одна вершина, нет ребер. Цилиндр и пирамида мы уже отделили, раздали детям, остается только кубоид. Давайте вспомним, сколько граней у кубоида? Конечно же, шесть. А сколько ребер? Двенадцать. Мы с вами знаем, что двенадцать является удвоенным количеством числа шесть. Следовательно, фигура, которую выбрала Сабина, является кубоидом. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились со всеми заданиями. Теперь выполним следующее задание. В какой части диаграммы нужно разделить данные фигуры? Давайте вспомним, как мы располагали фигуры в диаграмме Венна. То есть на место пересечения кругов мы расположим фигуры, которые обладают обоими признаками, а на остальных частях фигуры мы расположим фигуры, которые обладают только одним из признаков. Левый круг. Сюда мы расположим фигуры, у которых больше трех сторон. Давайте посмотрим, у какой фигуры больше трех сторон. Больше трех сторон у прямоугольника, у параллелограмма, у пятиугольника и у данного четырехугольника. Значит, они все относятся к левой стороне круга. В правую сторону мы расположим фигуру с прямыми углами. Давайте посмотрим, у каких фигур прямые углы. Прямой угол есть у данного треугольника. Еще у каких фигур есть прямой угол? Вот у данного прямоугольника. Мы знаем, у прямоугольника все углы прямые. И давайте обратим внимание на этот четырехугольник. Один из его углов прямой. Следовательно, вот эти три фигуры мы должны определить в правую круг. И что мы обнаружили, ребята? Прямоугольник обладает свойствами обоих этих кругов. То есть он является фигурой, у которой больше трех сторон. И еще является фигурой, у которой один из углов прямой. Следовательно, прямоугольник мы расположим на место пересечения этих кругов. А теперь давайте определим остальные фигуры и расположим их в диаграмме Вена. Параллелограмм является фигурой, у которой больше трех сторон. Но у нее нет прямых углов. Значит, параллелограмм пойдет в эту часть круга. Треугольник не имеет больше, чем три стороны. У него только три стороны. Но зато у него один из углов прямой. Следовательно, треугольник, так как у него один угол прямой, мы его называем прямоугольным треугольником. Его мы определим в правый круг. Пятиугольник является фигурой с количеством сторон больше, чем три. Значит, это пятиугольник мы расположим в этой части круга. И данный четырехугольник, ребят, посмотрите, он имеет больше, чем три стороны. То есть по свойствам он подходит к левой части круга и имеет прямой угол. Значит, в этом четырехугольнике соединяются признаки обоих фигур, обоих кругов. Следовательно, в середине, на месте пересечения у нас должны расположиться прямоугольник и данный четырехугольник, который имеет один из прямых углов. Вот так вот мы с вами смогли расположить все фигуры в диаграмме вена. Домашнее задание. Выполнить аппликацию пейзаж, составленную из геометрических рисунков. Можете сделать из пластилина башню, которую соберете из каких-нибудь пространственных фигур. Будьте внимательны при выполнении работы, соблюдайте правила безопасности. До свидания, ребята, увидимся на следующих уроках.